Здравствуйте! В эфире программа «О ЧЕМ ГОВОРЯТ!» О ЧЕМ ГОВОРЯТ! В корце марта ожидаются новые льготы для особой категории предпринимателей. Имеются в виду самозанятые. Они получат льготный доступ к госзакупкам, то есть их условия будут такими же, как у представителей малого или среднего бизнеса. Наконец, прошлого года в России насчитывалось 330 тысяч самозанятых в четырех регионах – Москве, Татарстане, Московской и Калужской области. А с Нового года к ним присоединилось еще 19 регионов, в том числе и Самарская область. Вообще, в последнее время появилось такое количество слухов, связанных с самозанятыми, что их пора уже развенчать и многое объяснять. И мы сегодня этим займемся. А мои собеседники – это Лариса Названова, руководитель Департамента развития и предпринимательства Минэкономразвития. Здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. И Лена Радивилова, она у нас как раз самозанятая. Правильно? Да, здравствуйте! Здравствуйте! И вам большое спасибо, что пришли. Ну, давайте, наверное, в двух словах сначала скажем, кто такие самозанятые, потому что, к моему удивлению, оказывается огромное количество людей. Вот с этим термином как-то вот не совсем определились. Более того, я вам скажу, некоторые ИПшники бьют себя в грудь кулаком и уверяют, что они тоже самозанятые. Но это не есть так. Ну, на самом деле, самозанятые – это платежщик налога на профессиональный доход. И поэтому им может быть как физическое лицо, которое зарегистрировалось в качестве платежщика такого налога, так и индивидуальный предприниматель, который перешел с иных специальных режимов на специальный налог. Вот налог на профессиональный доход. Ну, там финансовая планочка все равно есть такая. Да, конечно. И этот специальный налоговый режим, он максимально из всех имеющихся вообще в стране льготный по налогу на доход. Это 4% при уплате налога с полученных доходов от физических лиц и 6% при получении дохода от юридических лиц. Это, ну, беспрецедентно низкая налоговая ставка. Специально для тех людей, которые сами себя организовывают. Не имеют наемных работников. Самое главное, он сам себя занял работой. И доход не превышает, по-моему, 2,5 миллиона или 2,4 миллиона. Это основное требование, которое отграничивает предпринимателей от самозанятых. Это отсутствие наемных работников. А заниматься он может чем угодно. Может чем угодно. За исключением нескольких направлений, которые нельзя заниматься. То есть под налог на профессиональный доход не подпадает, под налоговый режим, не подпадает деятельность, связанная с лицензированием. Образовательная требующая лицензию, медицинская требующая лицензию и так далее. Специальная. Да. Не подпадает деятельность по перепродаже товаров, когда человек просто где-то взял товар, и этот же товар там с определенной наценкой перепродает. Если же он вложил какую-то часть труда и преобразовал товар в некую другую продукцию, ну, не знаю, там, купил молоко, яйца, муку и испек из них торт, то, соответственно, вот эта деятельность по выпечке и продаже кондитерского изделия в данном случае будет подпадать. Да, так если он яйца по 10 рублей покупал, а по 20 рублей продает, да, понятно. Это вообще другим словом называется. Это да. Не подпадает. Не подпадает. Леночка, а вы у нас самозанятые, вы чем занимаетесь? Я оказываю СММ-услуги, то есть веду социальные сети, консультирую людей по этой сфере, соответственно, вот в этом ключе работаю с людьми. Ага, то есть консультирую, как лучше вести… Ну, да, то есть, смотрите, это может быть, как вести соцсети, что нужно делать на начальном этапе, или, допустим, когда вы уже работаете, но какие-то моменты не получались. Или, например, человеку нужно полностью, он хочет с себя снять, вот это вот полномочия вести соцсети, он договаривается со мной, соответственно, я разрабатываю специально для него план работы, и мы начинаем работу. Какая продвинутая молодежь. Я даже не знал, что на этом можно зарабатывать деньги, оказывается. Да, это как раз вот целый, наверное, слой людей, которые оказывают услуги, интернет-услуги, и своим, ну, да, применением своих профессиональных знаний как раз и зарабатывают. Это СММщики, это различные ивент-услуги, ведущие, фотографы, айтишники, которые разрабатывают программы, сопровождают программы. Порой они не встречаются даже своим заказчикам, но это ничуть не умаляет, их трудоводит. Они зарабатывают деньги, они плачут налоги правильные, да, совершенно верно, им не нужна наемная сила, и они совершенно нормально сосуществуют вот в этой государственной машине в нашей. Очень многие делают, и в первую очередь вот этот налоговый режим разработан именно для людей, которые, может быть, занимаются этим в дополнение к основной работе, в свободное от работы время, там, используя другие свои профессиональные нагреты. То есть можно быть самозанятыми еще и в свободное от основной работы время. Однозначно, например, вы, инженер, работаете на заводе, да, а вечером вы, например, умеете вязать варежки и продавать эти варежки. Или, например, печь торты, или сопровождать в соцсети, да, как Лена. То есть, соответственно... Мне для этого что нужно сделать, чтобы все было законно? Нужно скачать приложение «Мой налог». Его можно скачать либо в магазине приложений для андроидов, либо в App Store для Apple, либо скачать его на сайте npdnalog.ru и зарегистрироваться там. Также можно зарегистрироваться, если смартфона нет, в уполномоченных банках. Уполномоченные банки указаны тоже на сайте налоговой службы в разделе «Налог». Это мы сейчас говорим для продвинутых пользователей, для таких юных и образованных, как наши коллеги. А если человеку слегка за 30? Ну, сейчас, я думаю... И он не так легко с интернетом... Ну, вообще, на самом деле, сейчас очень много людей, и даже, наверное, уже не так много людей, кто не знает об этом. Но тем более, я говорю, этот вариант регистрации через уполномоченный банк, то есть когда нужно просто прийти в банк и зарегистрироваться. И даже в дальнейшем, в любом случае, передача данных, она возможна только... То есть регистрация платежей и уплата налогов через мой налог. Но уполномоченный банк может за вас вести ваш, условно, личный кабинет в этом приложении. Узять на себе какие-то функции. То есть вы будете к нему приходить раз в какое-то время и передавать ему данные о продажах, которые вы произвели. Соответственно, он будет заносить это в ваш личный кабинет в приложении «Мой налог». Но, безусловно, есть неудобства, нужно ходить, и это... Лучше тогда освоить интернет, я вас понял. Хорошо. Я вначале сказал, что существует огромное количество мимов и легенд, которые связаны с самозанятостью. Давайте поправимся развенчать хотя бы некоторые из них. Я себе выписал, я не знаю, возможно, вы о них знаете. Вот, допустим, миф номер один, условно говоря. Теперь налоговые будут отслеживать все поступления на мои банковские карты и облагать их налогом. Ну, это абсолютный миф, потому что вообще налог взимается только с той суммы, которую сам человек, самозанятый, внес в приложение в качестве продажи. Что он внес, в какой сумме, и нажал ли он нужную кнопочку или нет, это невозможно отследить, и нет такой задачи. То есть, соответственно, он сам решает, какая из имеющихся и поступающих к нему сумм является его доходом от самозанятости. Особенно если это на личных расчетах, то это просто нереально отследить. Миф, значит, миф. Абсолютно, да. Допустим, налог для самозанятых придется платить дополнительно к налогу на доходы физических лиц. Если человек работает где-то, трудоустроен и имеет трудовые отношения, он, безусловно, уплачивает налог со своей заработной платы на доходы физических лиц. Если он работает у какого-то работодателя. Если же он одновременно, вечером, ночью, днем, в свободное время осуществляет какую-то деятельность в качестве самозанятого, то он будет платить вот с этого дохода, который он как самозанятый получит, только либо 4, либо 6 процентов. И вот в этом налоге как раз нет страховых взносов, которые есть у нас в подоходном налоге. Это как плюс, так и минус. Мы можем это тоже с вами обсудить. Понятно. Вот есть еще два таких момента, которые волнуют. Это я точно знаю, очень волнуют как раз людей, которые занимаются бизнесом самозанятой. Лена может быть об этом и в курсе, знает, что это миф, но тем не менее. Нельзя обращаться за медицинской помощью по полюсу ОМС, если применяешь налог на профессиональные доходы. Болезненный такой вопрос. Это абсолютный миф, потому что, во-первых, в этом налоге страховой взнос именно в медицинскую, в отношении медицинских услуг есть внутри. Во-вторых, всем гражданам Российской Федерации обеспечена медицинская бесплатная помощь, да, и даже за неработающих граждан уплачивает субъект Российской Федерации. Поэтому ограничений здесь нет. И как сейчас эти люди, многие из них неработающие, они обращаются и получают полис, и обращаются в поликлинику. Так и при том, что они будут являться платящиками налога, они тоже будут иметь на это право. И еще один, тоже так называемый, самозанятых лишат пенсии, потому что страховые взносы они не платят. Их не лишат, просто пенсионные их права не формируются. То есть в составе налога 4 либо 6 процентов нет отчислений в пенсионный фонд. Но, то есть если человек только уплачивает налог на профессиональный доход, у него пенсионные права на эти доходы не формируются. Но он вправе заключить договор с пенсионным фондом и в добровольном порядке в той сумме, которую ему доступно и подъемно отчислять. Соответственно, исходя из того дохода, который он будет получать и который ему… Практически он сам себе формирует эту пенсию. Да, он сам формирует. Лена, вы как? Отчисляете? Или про пенсию пока не думали? Я думаю про пенсию. И сейчас я пока что откладываю отдельно на счет. Но в целом мне действительно тоже интересует этот вопрос. Поэтому мне хочется позаботиться о своей пенсии. Уже сейчас. Уже сейчас. Есть какие-то мифы, которых вы не знаете, миф это или нет? Может быть сейчас нам Лариса Николаевна тогда точки-то надо и поставит? Вы знаете, наверное, я очень много прочитала перед тем, как зарегистрироваться. И на самом деле сейчас даже вот как-то не приходит. Не оставили для себя белых пятен. Да, но я реально очень много информации изучила. Давайте тогда в двух словах прям коротко. Те плюсы, которые вы видите вот в том, что вы не стали ИПшником, а самозанятая. Для меня основной плюс это то, что я могу, например, работать с юридическими лицами теперь спокойно. Потому что раньше возникали определенные сложности. Потому что все-таки юрлицо, оно оплачивает деньги с расчетного счета. И при работе с визлицами есть некие такие моменты определенные, которые нужно учесть. Теперь же, когда я использую приложение, во-первых, я легко завожу оказанную услугу. Я могу выдать чек своему клиенту. То есть, соответственно, у клиента потом в дальнейшем нет вопросов с его части по налоговой. Еще один очевидный плюс для меня это то, что, в принципе, я могу теперь более открыто заявлять о своих услугах. То есть, даже в тех же самых соцсетях могу давать рекламу на то, что я являюсь специалистом по таким-то услугам и ко мне можно обращаться. То есть, и все при этом официально. Замечательно. Вот смотрите, как много у нас становится самозанятых. Можем статистику какую-то привести? Да. На сегодняшний день уже 8400 граждан Самарской области приняли решение и зафиксировали свой статус в качестве самозанятым. Это с 1 января. И это только начало на самом деле. Мы рассчитываем, что не менее 30 тысяч самарских граждан станут самозанятыми. В принципе, ведь это еще и прозрачность налоговая на самом деле. Лена закивала, да. Это, на самом деле, в первую очередь, я уже говорила о том, что это, ну, в первую очередь, это выгодно, конечно, для людей. Потому что вот те плюсы, которые уже Лена озвучила, это да. Плюс легальность дохода, которую иногда, ведь случаются ситуации, когда человек на основной работе зарабатывает меньше, чем дополнительно оказывая услуги. И, например, если он обратится в банк за ипотекой либо другим кредитом, то по основному доходу он просто может не пройти по кредитной истории. А здесь формируется справка в приложении «Мой налог» о тех доходах, которые он туда завел. И банки тоже принимают это в качестве подтверждения легального дохода. Соответственно, он может свою кредитоспособность увеличить и получить... Причем, ведь у нас сейчас очень много молодежи работает, которые нетрудоустроены именно к работодателю. Самое главное, они вышли из тени и могут спать спокойно. Вот это, мне кажется, самое главное. И в моральном плане тоже, правильно ли? Ну, это тоже важно. Статус, да, фактически человека, имеющего свой бизнес, это тоже очень... Легального, лояльного и живущего по законам. Ну, мы хотели бы, да, чтобы это тоже стимулировало. Чтобы таких было как можно больше. Да, конечно. Последнее, буквально, вот смотрите, у нас же... Какие еще будут стимулы и поддержка и государству, и банков, может быть? Прямо в двух словах. Ну, в двух словах принято правительством решение о льготном кредитовании для самозанятых. Да, и вот мы встречались уже с банками, которые уполномочены в Самарской области работать по этим программам. И до лета, когда как раз пройдет 6 месяцев у самозанятых, чтобы они могли подтвердить свой доход из приложения, уже будут работать эти программы. Банки обещали, что они их запустят. И максимальный процент там 9,95. Это как раз где-то в июне начнется это прикинуть. Где-то, предполагаем, что это должно быть в июне, ну, все приложения, ну, свои банковские продукты доработают. И порядка вот до 10 процентов, на самом деле, сейчас потребительский кредит все равно выходит за эту сумму для обычных физических лиц. Это и 13, и 14 процентов. Я думаю, основные изменения мы увидим, как все, как в арифметической прогрессе будет расти где-нибудь к 21 году. Ну, однозначно, потому что мы все равно сейчас говорим о том, что это эксперимент. Эксперимент, в котором работают пока 23 региона из 83, да? 19 появились в этом году. Да, да. И поэтому, как только это станет для всех регионов, на всей территории страны, однозначно будут доурегулированы вопросы и в других нормативных актах. И однозначно такие субъекты предпринимательской деятельности однозначно получат и льготы, которые имеются у других предпринимателей. Вообще замечательно, что Самарская область вошла в число этих 19 субъектов Российской Федерации за этот эксперимент, да, Леночка? Конечно. Право, и так, что будем считать, что нам повезло. Спасибо вам большое, и пускай количество самозанятых прирастает. Спасибо. 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 Спасибо.